На этом уроке мы проведем морфологический разбор 23-го айта. Они пробудут там долгие годы, дословно, пробуя там долгие годы. ЛАБИЦИНА – это ИСМУФААЛИН – причастие к действительному залогу от глагола ЛАБИЦАЯЛБЭЦВА – множественное число слова ЛАБИЦИН. ЛАБИЦИН – это ИСМУН, СУЛАЦИЮН, МАЗИДУН, ФИИХИ, ХАРФУН, САХИХУН, САЛИМАН. Это трех буквенное имя с добавлением одной буквы, правильное здоровое имя, так как его три коренные буквы свободны от трех недостатков слабых букв ХАМЗЫ и однородности АЙНА и ЛАМА. От однородности второй и третий коренных букв. Следующее два слова – это ФИИХА, ФИИХА. Эти два слова мы пропускаем, так как ФИ – это ХАРФ, а ХА – это МЕСТОМЕНИЕМ. А как мы знаем, все хуруфы, предлоги и частицы без исключения, а также все МЕСТОМЕНИЕ – это все слова с неизменяемым окончанием, МАБНИЯТ. А значит, не будет рассматриваться наука САРФ, так как эта наука не изучает слова с неизменяемым окончанием, потому что такие слова не видоизменяются. Следующее слово – это АХКАБА. АХКАБАН по модели АФАЛУ – множественное число слова ХУКБАН или ХУКБАН. АХКАБАН – это ИСМУН, СУЛЯТИЮН, МАЗИДУН, ФИИХИ, ХАРФАНИ. Трехбуки на имя в основе с добавлением двух букв. ХАМЗУ в начале и АЛЬФ между АЙНом и ЛАМом, то есть между второй и третьей коренными буквами. САХИХУН САЛИМУН – правильное здоровое имя, несмотря на ХАМЗУ и АЛЬФ, так как обе эти буквы не коренные, а добавленные. Следующее – это ЛЯ ИЗУКУН, ФИХА, БАРДУ, ВАЛЯ ШАРАБА. Они не в куся там ни прохлады, ни питья. ЛЯ ИЗУКУН, ЛЯ – это ХАРФ НАФИН – отрицательные частицы. Значит, не будет здесь рассматриваться. ИЗУКУН – это ФИЛУН МУДАЛИН – глагол настоящего будущего времени, по форме ЯФУЛУНА. В основе было ИЗУКУН. Здесь применено то же самое правило, что и в рассмотренных нами словах МААБАН – в основе было МАУБУН, МАУБУН, или ЯХАФУ – в основе было ЯХВАФУ. ИЗУКУН – мы видим, как здоровая буква ДАЛЬ сакунирована, а слабая буква О огласована ДОММА, которая считается трудным в произночении над буквой ВАУ. Поэтому мы передаем ДОММА ВАУ предыдущую здоровую букву ИЗАЛЬ, которая больше имеет право на огласовку, чем слабую букву. И в итоге у нас вместо ЯЗУКУНа стало ЯЗУКУНа. Это же самое правило будет применено изначально во всех 14 формах этого глагола, глагола ЯЗУКУ. А если буква, имеющаяся после этой слабой буквы, будет сакунирована, то в этом случае слабая буква будет удалена из-за встречи ДОХ-СУКУНа. А сакунированная буква, которая имеется после слабой буквы, будет в глаголе изъявительное наклонение, то есть состояние РОВ. Если на конце глагола присоединяется огласованное местоимение. Огласованным местоимением, которое присоединяется на конце глагола Аль-Мудара, является только одно местоимение, местоимение множественного числа женского рода «нун» во втором и третьем лицах, например, «изукна» и «тазукна». В основе было «изукна», «изукна». Дому слабую букву «ау» передали предшествующую букву, что привело к встрече двух суконов, букву «ау» и букву «кав», вследствие чего «ау» удалили «изукна» и у нас осталось «изукна». Значит, во всех 14 формах подобного глагола огласовку слабой буквы передается предыдущей букве, а затем, если следующая за ней буква не будет суконирована, то есть будет огласована, то эта слабая буква сохраняется, не удаляется. Например, «изукна» и «изукна». Буква «ау» не удаляется, но если следующая за слабую букву буква будет суконирована, то в этом случае слабая буква удаляется. Например, «изукна», «изукна» и «изукна». «изукна» было по форме «яфольна», по модели «яфольна», а «изукна» по модели «яфольна». с удаленным айном, то есть второй коренной буквы. То же самое будет и в других глаголах аджов, то есть глаголах, у которых вторая коренная буква является слабой буквой ВАУ или Я, или их замена АЛИФ. Например, рассмотрены нами раньше глаголы ЯХВАФУ, ЯХАФУ, и ЯХВАФНА, ЯХАФНА и ЯХАФНА в конце, по модели ЯФАЛНА, с удаленным айном, то есть удаленная вторая коренная буква. Пример для Я – это ЕБИИО в основе, потом ЕБИИО после передачи огласовки. И ЯБИИОНА, ЯБИИОНА и ЯБИИОНА по модели ЯФИЛНА. В конце проведем спряжение этого глагола. Помните о том, что слабая буква всегда будет суккунированной. Если после него не будет суккунированной буквы, например, ЯЗУКУ, она сохраняется. А если после него приходится суккунированная буква, то она удаляется, например, ТАЗУКНА и ТАЗУКНА. ТАЗУКНА, ТАЗУКНА и ТАЗУКНА по модели ТАФУЛНА. И таки язвуқ, язвуқаны, язвуQуна, тазвуқ тазвуғаны, язвуғна, тазыуқ тазуғаны, тазулуғаны, тазуғаны, 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 тазуғу Desertамб лесу, жалуға дөну.